О, цветочки, цветочки. Может быть, покрасим? Да всего бы тебе свои экспериментаторские ручки дотянуть, а? Красим, я сказал. Мне не отвертеться, да? Не отвертеться. Хорошо, красим, но только так, как вот на том видео. Ну, давай для начала разберем тогда букет. Так уж и быть, смирилась я. Окей. Первое, с помощью чего можно покрасить цветы, это пищевой краситель, разведенный в воде. Ну что, ставим? Страшно. Да, не страшно. Ну ладно. В видеоролике говорится, что цветы так должны постоять примерно сутки. Ну и пока мы ждем, попробуем окрасить цветы еще одним способом, как вот на этом видео. Аммиак. Немножечко добавляем его. Теперь опускаем цветок в аммиак и накрываем сверху крышкой, чтобы не задохнуться. Сутки спустя. Да что ты драматизируешь? Давай смотреть уже скорее. Смотри, ну вот то, что было в красках, прекрасно окрасилось. Только лепестки как будто бы намазали каким-то маркером. Да. А вот цветок в аммиаке, по-моему, не умер. В общем, способ, мне кажется, неплохой. Я думаю, если бы цветы простояли дольше, лепестки окрасились бы полностью. Ну вот способ с аммиаком я бы не советовала проводить, потому что мало того, что вы надышитесь этими испарениями, так еще и цветок погубите. Краситель вместе с водой поступает в сам цветок, в лепестки, в частности, цветка. И там остается. Вода же уходит вниз. Цветы можно покрасить другим методом, уже химическим методом. Некоторые цветы, в особенности окрашенные, содержат большое количество красителей природных. Это и антоцианы, и различного рода пуриновые красители, которые, взаимодействуя с кислотой или щелочью, работают как индикаторы. Химические индикаторы, соответственно, меняют свой цвет. Ну что, сделаем то, что нам посоветовал Михаил. Ну, давай проэкспериментируем, только не с целым цветком, а с одним лепесточком. Летит лепесток нам в пробирку. Нам в пробирку, где уже находится натрий ОА. Вот я вижу, что наши лепесточки начали немножечко окрашиваться, но одновременно с этим начали погибать. Мне кажется, это такая же история с аммиаком. Ну да, только если аммиак прольешь, сильно ничего страшного рукам не будет, а вот от щелочи-то будет. Поэтому этот способ даже опаснее. Не надо его повторять. Ну что, Вика, цветы мы покрасили, ты изначально не очень хотела это делать. Как тебе результат? Мне нравится, особенно синий. Да, мне тоже понравился больше всего именно первый способ с пищевыми красителями. Все остальные все-таки опасные, да и цветы они будут. Убедились, что естественный цвет красивее. Виктория Лазарева, Дмитрий Вичков и Артем Иванов.